Всем привет, дорогие друзья! Встречайте на обзоре техника Hyper. Лазерный принтер формата А4, модель P1120. В первой части этого видео будет общий обзор. Во второй части рассмотрим технические особенности принтера. Поехали! По размерам. В своих обзорах печатную технику я сравниваю с коробкой бумаги. Так нагляднее. Принтер поставляется в белом и черном цвете корпуса. В комплекте руководство пользователя, а также диск с драйверами, кабель питания и USB-шнур. Полный комплект. В задней части принтера тумблер включения, разъем питания. USB-разъем расположен на противоположной стороне. В следующей модели принтеров производитель обещает добавить сеть и Wi-Fi. На верхней части индикация. Питание, ошибка, а также кнопка функции. Чуть позже сюда мы еще вернемся. Лоток подачи бумаги стандартный, рассчитан на 150 страниц. Граница лотка регулируется по ширине и длине. Выходной лоток состоит из трех частей. Раз, два, три. Рассчитан на нагрузку 100 листов. Наконец, добрались до самого главного. Картридж. Задвигаем выходной лоток. Открываем переднюю крышку. Открываем верхнюю крышку. Здесь сделали напоминалку. Откроет для замены картриджа. С закрытой передней крышкой картридж достать не получится. Потому что здесь что-то ездит вперед и назад. Достали картридж. Рассмотрим поближе. Заводской картридж рассчитан на 2000 страниц. При желании можно приобрести картридж большего объема. Уже на 5000 страниц. Кто работает в сфере печатной техники, узнали старый добрый ПУ-2612А. Та же конструкция, барабан, пружинки. Плюс появились два отверстия, закрытые пробками. Одно отверстие, чтобы откачать отработанный тонер. Второе, чтобы засыпать свежий тонер. Никаких чипов, никаких прошивок, никакой защиты от заправки на картридже нет. Наоборот, отверстия и пробки для легкой заправки. Это что же получается с такой простой системой? Сам почистил, сам заправил. Как бы нам, коллеги, без работы не остаться. Давайте посмотрим принтер в работе. Подключаю USB-шнур и кабель питания. Пошел прогрев. Индикатор в готовности. Компакт-диск я давно не юзаю, поэтому дрова взял на сайте hyper-power.com Здесь руководство, инструкции и драйвер. Качаем. Установка Hyper-P 1120 максимально проста, как говорится, в один клик. Выбираю USB-порт. Пару минут и можно печатать. Максимальная скорость печати формата А4 до 24 страниц в минуту. Автоматической двусторонней печати здесь не предусмотрено. Поэтому, если нужна двусторонняя печать, кладем лист повторно в кассет. Максимальное разрешение печати 600 на 600 dpi. Пожалуйста, контрастная чистая печать. Даже картинка попала с заливкой. У принтера нет датчика наличия бумаги в лотке. Уберем бумагу, как будто она закончилась. Аппарат сделает 4 попытки забора бумаги, после чего выдаст ошибку. Жмем кнопку функции, она же продолжить. Добавляем бумагу и продолжаем печатать. Друзья, эксклюзив от меня. Как распечатать тестовую страницу без компа? Нажимаем и удерживаем кнопку. Она тут единственная. Пока не заработает редуктор. Отпускаем. Печатается вот такая тестовая страница. Тут главным образом размер шрифтов. Ну, можно было бы, конечно, придумать что-то поинтереснее. Как посмотреть и распечатать счетчик страниц? Жмем коротко 3 раза. Четвертый раз удерживаем. Опять-таки, пока не заработает редуктор. Здесь Total Page, 33 страницы и серийный номер. Ну вот, проверка без компа, две тестовые страницы. Также индикатор ошибки горит, если открыта одна из крышек, если есть замятие бумаги или отсутствует картридж. На этом вводная обзорная часть закончена. Перейдем ко второй части. Посмотрим на технические особенности принтера. Итак, первым делом по картриджу. Шторки нет при транспортировке, при переносе. Будьте аккуратны, не царапайте барабан. Придется, наверное, это дело чем-то оборачивать, защищать фото барабан от сколов, ударов и прочего. При транспортировке. И да, Q2612, FX10, 703, все картриджи, совместимые даже со шторкой, устанавливаются. И работают отлично, я проверил. Кроме оригинального FX10, ну тут мешает ключик. Убедимся, распечатаю такой же тест-лист. Внутренний. Пожалуйста, Q2612, любой совместимый влезает, печатает исправно. Это жирнющий плюс. Никаких чипов не надо, ни прошивок не надо, ничего не надо. Работы не хочу. С сервисом будет интересно посмотреть, что же там внутри. Ну вот, пожалуйста. Контакты на картридж, ролик переноса, здесь печка. Печь похожа 1010, все та же. Но, здесь одно большое но. Нет доступа к ролику захвата бумаги. Я принтер уже покрутил, повертел. Разобрать мне его не разрешили. На аппарате стоит пломба, я обещал, что, ну раз не разрешили, разбирать не буду, увы. Как менять ролик захвата, ума не приложу. Следующий момент. При открытии, закрытии передней крышки, внутри ездит вот такой блок пластиковый. Как оказалось, этот пластиковый блок есть узел, блок лазера. Открываю, закрываю крышку, ездит блок лазера, а вместе с ним и шлейфы, и провода. Вот разъемчик, видите? Насколько это все дело серьезно, насколько это хватит, будут ли обрывы в будущем, не будут. Вопрос открытый. Но я не думаю, что целый день вот так вот люди будут крышку открывать, закрывать. Может быть раз в месяц при замене картриджа. В общем, вот с этим моментом у меня большой вопрос. Еще одно мое наблюдение. При ошибке постоянно моргает индикатор зеленого цвета. Ну, как бы мы привыкли, что ошибка должна быть красного цвета. Если производители меня слышат, может быть, они это учтут. Верхняя крышка. Если на HP 1010 кронштейны были пластиковые, здесь они прям металл-металл. Ну, с таким небольшим усилием. Приходится открывать-закрывать. В общем, в этих местах они это дело усилили. Покажу поближе. Вот такие металлические кронштейны с двух сторон. В задней части есть какая-то щель. Я думал, ну, возможно, это ручная подача бумаги. Даже попытался засунуть лист. Визуально так ничего не видно. Нет, это не ручная подача бумаги. Лист у меня благополучно уперся в блок лазера. Похоже, эта щель – это дополнительная вентиляция. В нижней части есть доступ к тормозной площадке. Тормозная площадка как HP 1010. Повторюсь, я покрутил-повертел принтер доступа к ролику захвата бумаги я не нашел. Похоже, придется каким-то образом его разбирать. Но это все время покажет. Руку набьем. Ну, вот такое видео у меня получился, дорогие друзья. И общий обзор принтера, и технические моменты. Надеюсь, ничего не упустил. Жду комменты и лайки. У меня на этом все. Благодарю за внимание. Пока-пока.